МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. По местам рабочей славы в честь юбилея Куйбышевской железной дороги в Самару прибудет праздничный ретро-поезд с ветеранами-железнодорожниками. Дети солнца, солнечная электростанция способна обеспечить энергией все жилые дома Новокуйбышевска. В Самаре снизилась смертность от болезней системы кровообращения. Это стало возможно благодаря созданию новых сосудистых центров. В Волгаре появились 4 новые улицы. Они должны сделать выезд из поселка более комфортным. О мышах и людях. В Самаре парки, скверы и набережную обрабатывают от грызунов. Лесные пожары в Самарской области полностью ликвидированы, сообщает МЧС. Горел 1 гектар в 10 и 11 кварталах Волжского лесничества в районе поселка Калинка и территория в 27 и 36 кварталах Самарского лесничества в границах Волжского района. Погибших и пострадавших нет. Для тушения были задействованы 444 человека, 88 единиц техники. Но угроза возгорания по-прежнему сохраняется. Это касается четырех муниципалитетов – Самары, Тольятти, Волжского и Ставропольского районов. В них объявлен четвертый класс пожароопасности. Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз просит жителей быть предельно осторожными с огнем. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей 101 или 01. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области указан на экране. Вестник из прошлого на первую платформу железнодорожного вокзала прибыл легендарный паровоз «Лебедянка». В честь 145-летия Куйбышевской железной дороги в Самару приехали ветераны профессии. Заслуженные награды они получили из рук губернатора Дмитрия Азарова. Лебедянка или лебедь – паровоз легендарного советского конструктора Льва Лебедянского. Его выпустили сразу после войны. Тогда железнодорожные пути были сильно повреждены. Поэтому новый паровоз должен был отличаться от всех существующих. Своей легкостью, чтобы не перегружать уцелевшие рельсы. И быть универсальным. Возить как пассажирские, так и товарные составы. В итоге такой паровоз стал самым экономичным в Советском Союзе. До 47-го его называли «Победным». Позже присвоили имя конструктора. Спустя годы легендарный паровоз прогудел на Самарском вокзале. Он прибыл в честь 145-летия Куйбышевской железной дороги. Прибыл в Самарском вокзале. Прибыл в Самарском вокзале. Праздник. Чтобы добраться до Самары, легендарной лебедянке потребовалось 4 тонны угля. В топку его закидывали каждые 10 минут. Такой поезд может набирать скорость до 120 км в час. Однако больше 80 сейчас его не разгоняют. Да и необходимости такой нет. Пути состав провел порядка 40 минут. Но за это время машинисты успели проникнуться уже далекой эпохой. В этот раз у паровоза не менее ответственная миссия. Он привез в Самару ветеранов Куйбышевской железной дороги. Среди них Александр Маханов. Потомственный железнодорожник. Вокзалы, поезда и бесконечные часы в пути. Всему этому он отдал добрую часть своей жизни. Больше 40 лет. Рассказывает, мальчишка и заглянул на работу к отцу. Тогда и влюбился в это дело. Мне понравилось. Во-первых, там постоянно познаешь. То есть приходится над собой работать. Значит, электровозы менялись. Одна серия, другая, третья. Разные схемы, разные технологии. Приходишь в тюрьме учиться. Постоянно учить людей. Заслуженных работников железной дороги наградил губернатор Дмитрий Азаров. Я очень рад тому, что славный коллектив Куйбышевской железной дороги вносит свой вклад в это уверенное движение вперед во всех смыслах. Точное по расписанию движение вперед. Мы, конечно, очень рады тому, что показатели пассажироперевозок, грузоперевозок являются индикаторами роста экономической активности промышленного производства на территории Самарской области. Железнодорожники продолжают работать над новыми проектами. Один из крупных и крайне важных для региона – строительство новой ветки длиной почти 14 километров до особой экономической зоны – Тольятти. Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта между правительством области и компанией РЖД было подписано 1 октября этого года в Москве на транспортном форуме. Планируется, что первые грузовые поезда с продукцией тольяттинских заводов пойдут уже в 2021 году. Поддержан проект и по созданию скоростного пассажирского сообщения «Новокуйбышевск-Самара-Курумыч-Тольятти». Кроме того, РЖД и куйбышевский филиал ведут обновление вокзалов и железнодорожных путей и оснащение новой техникой. Сегодня куйбышевская железная дорога универсальна. Кроме поездок на большие расстояния, ежедневно сотни самарцев пользуются электричками, чтобы добраться до дач или отдаленных районов города. Только за 8 месяцев этого года на пригородных поездах проехали почти 6 миллионов человек. Мария Левина, Мария Илчан, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Самара – город солнца. Миллионы квадратных метров солнечных батарей расположились под Новокуйбышевском на крупнейшей электростанции в России. Как добыть и использовать экологически чистую энергию, узнали ученики 11 класса, участники фестиваля «Вместе ярче». Подробности в репортаже Елены Нижегородцевой. «Вместе ярче!» Электростанция начинает работу с первыми лучами солнца. Стройные ряды фотоэлектрических модулей на полную мощность включили с мая этого года. Обслуживание почти без затрат. Срок эксплуатации одной батареи – 30 лет. Экологически чистая энергия. Нет вредных выбросов атмосферу. Попроще. Солнечная энергия, попадая на панель, которая состоит из кремния, вырабатывает напряжение. Это напряжение собирается и с помощью определенных устройств попадает в сеть к потребителям. На этом поле находится 260 тысяч фотоэлектрических модулей. Они способны выдавать 75 мегаватт электроэнергии в солнечный день. Одна такая ячейка, метр на полтора, может дать энергию для телефона или ноутбука. А шесть подобных ячейок способны вскипятить электрочайник. Располагается солнечная батарея на поле в 216 гектаров, что сравнимо с площадью более 50 тысяч хрущевок. В среднем в регионе около 200 солнечных дней в году, поэтому энергии хватает. Зимой батареи тоже работают, правда, не в полную силу. Все оборудование на электростанции отечественного производства. Инвестиции на строительство возвращаются за счет установленных тарифов электроэнергии. При этом важно отметить, так как станция работает в единую сеть, тариф для обычного пользователя не меняется. Солнечные станции – это не конкуренты современной генерации. Они должны занимать определенную долю. Полностью заменить, конечно, очень сложно. Но доля их должна, несомненно, расти, чтобы улучшать экологическую обстановку как в России, так и во всем мире. Ученики 24-й школы с интересом слушали главного инженера станции. Еще бы! Они своими глазами видели, как радиацию превращают в полезную энергию. Некоторые впервые задумались о пользе такого альтернативного источника энергоснабжения. Это нужно для того, чтобы дети узнавали больше о электроэнергетике, чтобы они развивались и знали, откуда берется то, что мы потребляем. Экскурсия состоялась при поддержке представителей проекта «Вместе ярче», который в этом году называется «Фестиваль энергосбережения и экологии». Он проводится с 2016 года при поддержке Минэнерго, Минпросвещения, Министерства науки и высшего образования России, Федерального агентства по делам молодежи и Российского движения школьников. В нашей компании самое активное участие, кроме Самарской солнечной электростанции, принимают Жигулевская ГЭС, компания Т-Плюс, ФСК ЕС МЭС Волги, Самарские коммунальные системы и количество компаний, которые хотят внести свою лепту в дело популяризации вопросов энергосбережения и экологии, все растет. Ежегодный фестиваль проводится в 80 регионах России. Цель – привлечь внимание к необходимости энергосбережения. Елена Нижегородцева, Максим Гусев, События. Четыре новые дороги построили в Волгаре. К концу года запустят в эксплуатацию и транспортную развязку при въезде в микрорайон. Работу дорожно-городских служб вместе с жителями поселка оценил и Сергей Кизоркин. Дорогу по улице Солженицына в Волгаре построили с нуля. В чистом поле по современным технологиям проложена ливневая канализация, ширина проезжей части на четыре полосы. Тротуары, ограждения, освещение, разметка, дорожные знаки. Светофоры появятся позже по согласованию с ГИБДД. Они изучат интенсивность движения пешеходов и транспорта. Все это должно обеспечить безопасное движение, уверены специалисты. Строительство дорог в жилом микрорайоне Волгарь ведется по государственной программе развития жилищного строительства. Мы в данный момент находимся на улице Солженицына, вторая очередь, где дорога уже фактически построена и готовится к приемке. Данная дорога строилась для развития микрорайона. По одной стороне дороги улицы Солженицына построят жилые дома, по другой школу и детский сад на 215 мест. Для удобства подъезда в дальнейшем обустроят Т-образный перекресток с организацией поворота как направо, так и налево. Жители Волгаря дорожной инфраструктурой довольны. Дороги хорошие. Там даже туда вот я езжу на велосипеде, катаюсь. И там вот до деревни сейчас и тротуары сделали. В Волгаре хорошие дороги. До конца года в микрорайоне Волгарь будет пять новых дорог. Одна из них проложена к парку Дружба, другая по улице Толобаева, а также по Осетинской, где на первой очереди подключили фонари. А при въезде в поселок Волгарь с улицы Народная появится новая развязка. Благодаря этому станет проще добираться до центра города и обратно. А старый выезд закроют. Уже расчищена площадка под строительство дороги. Идут земляные работы. Закончили устройство ливневой канализации. Ведется перекладка городского коллектора. Данная дорога позволит облегчить ситуацию жителям Волгаря с выездом на улицу Народная. Данная дорога предусматривается устройство полосы разгона, полосы торможения. Для поворота налево по направлению из города будет сделана дополнительная полоса движения, которая обеспечит беспрепятственно людям продолжать движение прямо, не затрудняя основное движение. Графики строительства согласованы. Сроки выполнения находятся на контроле правительства Самарской области, регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, городских властей. Финансирование ведется из федерального, областного и муниципального бюджетов. Гарантия на все новые дороги в Волгаре 5 лет. В конце года планируется открытие еще Фрунденского моста. Это, по мнению экспертов, кардинально изменит ситуацию с распределением трафика и облегчит транспортное сообщение жителей Кубышевского района с центром Самары. А дальше с федеральными автодорогами М32 и М5. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Снижение смертности при ДТП, строительство новых детских садов и развитие учреждений культуры. Все это первые плоды реализации национальных проектов, которые инициировал президент России Владимир Путин. Правительство Самарской области держит поставленную планку. Каких результатов уже удалось достичь, знает наш корреспондент Анатолий Головко. В Самаре снизилась смертность от болезней системы кровообращения. Это стало возможно благодаря созданию новых сосудистых центров, которые открывают на деньги национального проекта здравоохранения. Сейчас региональные власти выделяют большое количество средств на обновление материально-технической базы и возведение новых больниц. По нацпроекту в Тольятти строят две поликлиники, еще одну в Сызрани, а также ремонтируют детские отделения. Кроме того, в области активно закупают оборудование для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В региональный сосудистый центр на базе Самарского областного кардиологического диспансера доставлено пять дорогостоящих функциональных кроватей. В конце октября начнет работу особый компьютерный томограф. По словам председателя регионального правительства, в Самарской области есть проблемы с показателями по уровню рождаемости. Их придется решать при формировании бюджета на следующий год. Восемь показателей из 155 сегодня находятся в зоне риска. Мы это тоже очень хорошо понимаем. Это не значит, что они недостижимы. Это значит, что нам нужно предпринять сверхусилия для того, чтобы этого добиться. До конца года в Самарской области получат поддержку 82 учреждения культуры. Кроме того, в регионе появятся 9 новых мобильных библиотек, 6 виртуальных концертных залов и 3 кинотеатра. Одним из приоритетных направлений в сфере музейного развития станет большая реновация главного регионального музея, музея имени Алабина. Заявка в нацпроект уже отправлена. Если она будет удовлетворена, то с 2021 года начнутся работы по реновации музея. На деньги нацпроектов в этом году в Самарской области построят и реконструируют сразу 28 детских садов. 17 из них ведут в эксплуатацию до конца 2019 года. Это один из самых серьезных показателей при реализации президентских инициатив. Кроме того, в регионе удалось увеличить рост продолжительности жизни до 73 лет одного месяца. Уровень бедности снизился до 12,9%. Количество погибших в ДТП уменьшилось на 16%. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События. В Самаре уничтожение мышей и грузунов, согласно санитарным правилам, проходит два раза в год. Это нужно, чтобы не допустить вспышки заболеваний, которые переносят эти животные. Обработать планируют 165 гектаров земли. Это территории парков и скверов. Боролся с грузунами и Никита Борисов. У мышей и других грузунов нет шансов. В Самаре началась осенняя обработка парков, скверов и пляжей. Препарат ядовит только для маленьких вредителей. Для других животных и, главное, для людей он абсолютно безопасен, уверяет биолокосанитарный врач Сергей Масовов. Та концентрация, которая находится в брикете, для собак совершенно безопасна. В то же время брикеты сделаны таким образом, введены такие добавки, которые для собак совершенно непривлекательны. Обработка проходит в целях профилактики таких заболеваний, как, например, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Она наблюдается в основном в пригородных зонах и передается людям от мышей и грузунов воздушно-капельным путем. Без своевременной помощи медиков может привести к летальному исходу. Поэтому уничтожение грузунов и мышей проходит в местах, где они могут появиться. Обработка проходит в три этапа. Производится визуальное определение наличия либо отсутствия грузунов, после этого проводится непосредственно сама адзертизация и контроль качества. Осенняя обработка против мышей и грузунов в скверах, парках и на пляжах Самары продлится до 15 октября. Никита Борисов, Николай Сидоров. События. Привидение в английском замке и история о любви и сострадании. Самарская эстрадная студия поставила мистический мюзикл о проблемах современных подростков. Спектакль уже выиграл пять гран-при и скоро будет представлен на авторитетном московском конкурсе. Подробности в нашем сюжете. История о любви и дружбе в мистической атмосфере английского родового гнезда. Мюзикл «Тайна серого замка» для эстрадной студии «Дорога добра» стал профессиональным вызовом. Постановку сделали полностью самостоятельно. От сценария до музыки, декорации и костюмов. Его создатели хотели рассказать историю о современных подростках. Вообще нам хотелось показать современных детей, потому что дети у нас выросли. Вот основной коллектив – это дети-подростки. И хотелось именно рассказать историю про них. Действия постановки поместили в английские реалии. По сценарию ребята приезжают жить в родовой замок. Позже оказывается, что у него есть своя загадка и что здесь обитают привидения. Героям мюзикла предстоит разгадать тайну и повзрослеть, помогая обитателям замка. Создатели постановки говорят – это история о переосознании подростками своей жизни. Готовились к постановке обстоятельно. Ребята вместе с режиссером смотрели и разбирали популярные мюзиклы. Изучали, чем отличаются хореографии таких постановок от обычных спектаклей. Было сложно. Многие ребята не понимали, что я от них хочу. Мы долго беседовали, много разговаривали. У нас были и слезы, потом был смех. Персонажей постановки адаптировали под реальных актеров, их привычки и характера. Летучие мыши по серой сине Пророчество буквы развесели Летучие мыши танцуют в огне И грилями хлопают весело Музыку написал Иван Пелюкшин, который работает с крупными самарскими театрами. Сам спектакль, как говорят его создатели, постоянно меняется и адаптируется под растущих актеров. Итог такой работы – пять гран-при за этот год и овации публики. И скоро спектакль будет представлен на московской сцене. Это очень все привычно, потому что мой ребенок занимается вообще, скажем так, вокалом с четырех лет. И это все очень интенсивно всегда бывает. Поэтому, скажем так, предложение поучаствовать, скажем так, в мюзикле моему ребенку я восприняла очень даже положительно. Он, конечно же, о дружбе, о любви, о том, что вот любовь, она все прощает, и то, что не существует преград для того, чтобы любить других людей. Такая постановка для студии – только начало. Как говорят ее организаторы, впереди пиратский мюзикл. Никита Борисов, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Творчество, забытое почти навек. В Самарской публичной библиотеке студенты музыкальных училищ вспомнили творчество композитора Всеволода Задырацкого. Он пережил аресты, ссылки, тюрьму. Его музыку не исполняли при жизни. На показе документального фильма о композиторе побывала Валерия Куценко. «Возвращение из небытия» – документальный фильм «Я свободен». Рассказывает историю жизни заключенного и репрессированного композитора, музыкального авангардиста 20 века Всеволода Задырацкого. В годы революции музыкант находился в рядах Белой армии, за что в 30-е и поплатился. Был отправлен в лагерь по ложному доносу за распространение фашистской музыки. Десять лет без правой переписки. Все творчество уничтожено. Но и в нечеловеческих условиях композитор сумел написать самую главную симфонию своей жизни – «24 прелюдии и фуги» на телефонных бланках. Его музыку не исполняли, не публиковали, но спустя век о нем заговорил весь мир. Екатерина Удавицкая, аспирантка Самарского института культуры, в своей научной работе рассказывает о всех важных моментах творчества и жизни композитора. Конечно, когда я услышала, что человек сидел и в условиях жутких холодов, вообще жизненных жутких условиях написал вот это величайшее произведение «24 прелюдии и фуги», конечно, меня заинтересовало, что же еще, как сказать, приключил с этим композитором, что же он еще сочинил, написал, сотворил. Оказалось, что у него огромное наследие. После выхода на свободу Всеволод Задирадский написал незаконченный роман «Я шагаю по эпохе», который, по словам критиков, стал литературным открытием 20 века. А после того, как вышел из лагеря, создал еще две фортепианные сонаты. Мне случилось познакомиться с музыкой Всеволода Петровича Задирадского несколько лет назад, в 2012 году, когда мне в руки попали ноты, и я сам пианист, и я стал пробовать читать с листа, играть эту музыку, и в какой-то момент я вдруг понял, что эта музыка – как бы незаполненная лакуна, которая осталась после великих титанов 20 века – Рахманинова, Прокофьева, Николая Метнера, и вдруг открывается стиль, который не похож ни на кого из них. Кинопоказ о забытом когда-то авторе является частью Большого первого фестиваля русской музыки имени Шостаковича «Седьмая симфония». Все чаще музыка Задирадского звучит на выпускных экзаменах в разных музыкальных училищах России и Европы, и интерес к ней только растет. Валерия Куценко, Константин Головин, События. Внутренний мир современного человека, обрамленный высоким искусством. В Самаре открылась выставка «Открытые эмоции». На ней представлены работы трех известных российских художников. Экспозиция – это рассказ о вечных сюжетах, раскрытых через ощущения авторов. К высокому искусству прикоснулся и наш корреспондент. Черновик этой картины Валерий Искварин написал на картонке, торопясь не упустить идею. Он писал по памяти портрет знакомой женщины, но позже понял, что ему удалось запечатлеть свое внутреннее ощущение Волги – и вечной, и переменчивой. Этот портрет представлен на выставке «Открытые эмоции», которая проходит в галерее «Новое пространство». Она разная. Она вроде молодая, вечно текущая, меняющаяся. Но в то же время там есть все, и вот какой-то тучи набежавшей с холодной водой. Выставка включена в литературный фестиваль, посвященный поэту Михаилу Онищенко. Работы выбирались со звучным мотивом его творчества. Лучший подарок читателям поэзии за последние лет 30, если не больше. Так отзывался о стихах поэта, известный российский литератор Евгений Евтушенко. В этот раз основной темой выставки стала эмоциональная жизнь человека. В экспозиции представлены работы трех самарских художников. Организаторы говорят, они хотели показать, как ощущения и переживания могут быть показаны через высокое искусство. Мы живем с вами век фастфуда, быстрых каких-то решений, иногда не совсем качественных. Вот здесь вот это то, что является действительно камертоном искусства. Это эмоциональное восприятие, восприятие и понимание жизни, смерти, любви, жизни. То есть это философия. И, конечно же, когда сочетается литература, музыка, живопись, тогда, наверное, культурное восприятие становится более сильным. В итоге в экспозиции представлены самые разные по технике и жанру работы. Общее художники работали с важными, хорошо знакомыми с детства сюжетами, обращаясь к тайным эмоциям зрителей. Выставка очень гармонична, все авторы дополняют друг друга. Я думаю, темы, которые всегда будут актуальны, они такие фундаменты нашей культуры. Посетить выставку можно будет до 26 октября. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Епифанов. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»